Итак, друзья, следующая часть, часть третья, если не ошибаюсь, это о создании своего сайта на блогере. Теперь вот смотрите, мы пришли вот к такому. Это наш сайт, вот он так выглядит. Это изначальный сайт, на который мы хотим быть похожими. Теперь, смотрите, здесь вот, с самого начала, чтобы внимательно, да, вот смотрите, эти ярлыки, они расположены не на одной линии. Оно, хотя и мелочь, но неприятно, да, красивее, когда на одной линии. От чего такое получается? Вот смотрите, здесь название поста длинное. Эти строчки, из-за того, что они длинные, они подтолкнули вот этот ярлык вверх. Здесь короткая, то есть на одну строчку, этот ярлык ниже. Здесь две строчки. Он опять чуть выше вот этого, но чуть ниже вот этого. Так что вот это тоже, обращайте внимание, когда делаете свои посты, чтобы это все было, как бы название было одинаковое по строчкам или по словам. Просто высчитывайте, чтобы умещалось там в одну или в две строчки, чтобы все они были одинаковые. Теперь, следующее. Сайдбар, так называемый сайдбар. Сейчас покажу, как с ним работать. Вот у нас он выглядит вот так. Здесь появились ярлыки, вот те, которые мы изначально в посте сделали. Будет список вот этих ярлыков. Это тот, что мы взяли. Вот здесь популярные сообщения. У нас пока что там пусто, потому что эти сообщения, вот само окно есть, но сообщений нет. Потому что еще ни одно сообщение никто не читал. И как помните, мы с самого начала там поставили чекбокс, чтобы наши просмотры не засчитывались. Поэтому здесь нету ничего популярного. Так, переходим, значит, на работу с так называемым сайдбаром. Опять же, с главной страницы переходите на layout. Название layout – это дизайн. Переходите на дизайн. И вот здесь есть все эти виджеты, так называемые, с которыми нам надо будет поработать, чтобы привести в порядок свой сайт. Теперь смотрите, перед тем, как уже предложить человеку хотя бы один лендинг с этого сайта, естественно, нам надо отработать вот это меню. Вот это меню надо отработать, чтобы здесь не было лишних переходов. Вы пока не приведете в окончательный вид сам сайт, все это не трогайте. Потому что еще непонятно, что вам понадобится, что не понадобится из этого меню. Но я сейчас просто покажу, откуда можно убрать или добавить что-нибудь в это меню, чтобы вы представили. Вот переходим сюда, вот здесь есть, в моем меню. Кликаем на карандашик. И вот здесь все те переходы, которые есть в моем меню, так называемом. Для того, чтобы что-нибудь поправить, допустим, поменять название или вообще убрать, надо, ну, если вообще убрать, вот корзинка, просто убираете и в вашем меню этого не будет. Но чтобы поменять название, вот, допустим, просто название поменять, кликаете на карандашик, пишите, допустим, GGGG и сохраняете. И вот здесь тоже не забудьте сохранить. Вот переходим на свой сайт и вот здесь вот сейчас у нас должно быть это GGGG. Обновляем. Вот оно, GGGG. Если оно вообще вам не нужно, то вы этот GGGG просто в корзину и сохраните. Ну, пока что, говорю, пока вы не привели в окончательный вид, ничего здесь не трогайте. Здесь можно и добавить, вот здесь, добавить, допустим, новое что-то в своем меню, да? Вот кликаете добавить, там написали, допустим, д, 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 д. Здесь, ну, URL поставить, куда ведет этот переход. Это может быть на одну из ваших страниц, может быть на один конкретный пост, может быть вообще переход на какой-то другой сайт. То есть, какое URL вы туда поставите, какую ссылку туда и будет переводить. Если хотите просто, чтобы временно было, ставите решетку и сохраняете. Оно никуда не будет вас переводить. Вот, обновить. Сейчас у нас появится, вот оно, д, д, и это д, д никуда не уводит. Из-за того, что там стоит решетка, то есть никуда не уводит. Понятно, да? Сейчас мы это д, д, уберем из моего меню. Ну, просто в корзину и все. И сохранить. Все. Значит, это работа с верхним меню. Здесь, в принципе, вот для того, чем мы собираемся заниматься, здесь много вот этих всех ссылок, страниц, переходов. Это называется страниц. Туда не надо, ну, здесь много чего не надо, чтобы было. В итоге, когда придете к окончательному виду, разберетесь. Теперь, смотрите. Сайт бар. То же самое с сайт баром. Ничего не убирайте, пока что ничего не убирайте, ничего не выкидывайте в корзину. Тем более, вот это вы и не сможете, вот этот плагин, виджет в корзину. Вы его можете смотреть. Вот это, вот этот виджет. Он, социальные переходы на социальные сети, он всегда, ну, ценится. Оно должно быть. У вас, допустим, нету реддита там или вот это фид блогера, стоит лента в блогере. То есть, вот это пусть остается. Но если пока у вас там, допустим, вы все сделали, все у вас нормально, и не знаете там, что сюда, какие переходы сделать. Ну, вот сейчас я сделаю переход на Facebook, покажу, как делаются переходы. Но не на свою страницу, не на свой профиль тут надо ставить, а, допустим, на бизнес-страницу в Facebook. Вот это надо делать. Ну, при желании, конечно, можете и на свой профиль. Просто вставить ссылку на ваш профиль, что я сейчас сделаю, и покажу, как это делается. Вот заходите сюда, social plugin, да, скроллим вниз, вот Facebook, допустим. Кликаем по карандашику, и здесь вставляем ссылку на свой профиль. Копировать ссылку, вставить ссылочку на свой профиль и сохранить. И внизу не забывайте, вот там сохранить, и здесь сохранить. Все, теперь если обновим страничку, и через эту вот кнопочку переходим на мой профиль. Понятно, да? Следующее. Здесь мы можем добавить какой-то гаджет. Вот смотрите. В данном случае у меня страницы отключены. И сейчас покажу, как делать вам. Вот здесь у нас сейчас есть, допустим, мы не хотим, чтобы ярлыки показывались. Вот находим ярлыки, кликаем по карандашику, и ничего не трогаем, ничего не меняем, и вот здесь отключаем просто этот ярлык, этот виджет, и сохранить. Сейчас обновим страницу, и этого виджета не будет. Видите, нету его. Все, скроль, не скроль, его нету. То есть этот виджет мы убрали. Здесь мы можем добавить и другой гаджет. Ну, называется гаджет, виджет, то же самое. Вот кликаем сюда, допустим, вот кликаем по этой ссылочке, и вот какие гаджеты мы сюда можем вставить. Ну, поиск по блогу, например, вот этот гаджет. Этот здесь Ява Скрипт, здесь профиль на ваш в блогере профиль. Это, например, просто картинку любую можете туда вставить. То есть это все, здесь можно добавить разные гаджеты. Давайте вот для показа, вот контактная форма. Вот, допустим, кто-то хочет с вами связаться. Вот она пусть так и называется, контактная форма, ничего менять не надо, и сохранить. И вот появилась здесь контактная форма. Обновляем. Вот она контактная форма, через которую с вами человек может связаться. Мало ли, что ему надо что-то вам написать. Он не хочет писать через комментарии, а вам напрямую он вот здесь может вам послать сообщение. Следующее. Вот смотрите, вы можете просто взять и поменять местами. Допустим, вы хотите, чтобы контактная форма была внизу, в самом низу. Берете вот так вот, видите, крестиком она становится. Берете и перетаскиваете. Вот перетащили, допустим, пусть здесь будет. Допустим, вы хотите, чтобы было там. И вот здесь, сохранить, вот здесь. Когда делаете какие-то телодвижения, лучше сохранять. И сейчас эта контактная форма, обновим, она будет снизу. Вот она здесь. То есть, вот таким образом регулируется и сам сайт бар. Ну вот, пожалуй, и все. Сайт у нас стал похожим более-менее на то, что мы хотим. Вот популярные сообщения. Перешли сюда, карандашик и отключили. И сохранили. То есть, все, что у вас пустое, то убираете. Теперь смотрите, мы накидали здесь всяких разных постов с билибердой, да? Ну, допустим, у нас уже есть там три или четыре продукта. А какой-то вот, допустим, вот этот, этот, ну, любой какой-то продукт нет. Вот у нас есть посты, но фактически они как бы макетные, да? Их в реальности нет. И смотрите, чтобы красиво, ну, именно вот этот шаблончик выглядел, ну, хотя бы, чтобы здесь четыре каких-то продукта было. Не беда, если нету четырех, можете начать с одного. Будет, значит, здесь один продукт, а рядом все будет пусто. Чтобы все было красиво, постарайтесь заполнить четырьмя продуктами. Опять повторю, не страшно. Допустим, есть четыре продукта, а у вас здесь там десять макетов всяких, да? Что в этом случае делается? Вот здесь, когда наводите на тот, вот это, допустим, у нас нету, наводите сюда, вот здесь, вот здесь, вот видите, стрелочка. Просто кликаете по ней, и это уходит в драфт. То есть в реальности вот это, давайте запомним, сумочка, да, у девушки. Вот именно вот этот пост у нас получается. Обновляем, и его не будет. Он в драфте. И вот здесь уже перелистывания тоже нету. Видите? Нету. Теперь, если мы, допустим, еще один продукт переведем в драфт, вот здесь и пишется, что это в драфте, то вот этот слайдер у нас будет выглядеть неаккуратно. Вот видите, три штучки будет. Правда, он посередине, он все нормально. Даже если у вас будет всего один продукт, он тоже будет посередине. Пока вы не найдете еще второй, третий, следующий. Нашли, зашли в этот пост. То есть сделали его реальным, именно с продуктом, с нормальным описанием и все такое. Сделали. И или здесь паблиш. Вот здесь. Ну, не или, а вот здесь. После того, когда сделали. В принципе, ну вот паблиш, конфирм, оно опубликовывается. Сейчас у нас здесь станет четыре продукта, и этот пост появится и здесь. А можно и просто, допустим, вы делаете, делаете. Допустим, сделали этот пост. Потом в один момент подумали, ну, что-то еще сюда хотелось бы добавить. Потом передумали, не хотите добавлять. Ну, думаете, все нормально и так сойдет. Прямо вот здесь, даже не переходя на сам пост, вот из этого конвертика, этот типа самолетик, кликайте паблиш, и оно опубликовывается. То есть даже на сам пост не надо заходить. Вот обновляем. И у нас сейчас будет здесь все это вместе. Пять постов. Вот, пожалуйста. И любой продукт можно начинать даже с одного продукта, начинать свой бизнес, так сказать. Свой сайт. Вот теперь уже вроде все. Дальнейшие ролики я буду снимать именно про сайт. На основе ваших вопросов, комментариев. То, что непонятно, как бы наберется круг вопросов, круг тем. И постараюсь в одном ролике или в двух роликах все это показать. Как делается, что куда кликать и как получить красивенький сайт. На этом все. Всем удачи, всем пока. С вами был Феликс.